Мама, а ты как говорила, за чужую юбку не прячься. Так их и воспитывали. Навсегда молодые бойцы знаменитой шестой роты. Целая аллея портретов героев. Ровно 20 лет, как их время, застыло в вечности. Для нас память, но это все равно, что живые сыновья, что они рядом. Для многих матерей, когда о них помнят, о их детях, значит они живы, они с нами. Март 2000-го, Аргунское ущелье. Там находилась 6-я Псковская парашютно-десантная рота, когда навстречу им вышли боевики. Ущелье было прямой дорогой в Дагестан, целью террористов. 2500 радикалов против 90 солдат сражались до последнего патрона. Выжили шестеро чудом. До первого марта в бою приходилось участвовать? Нет, вот это реально первый бой был. Страшно? Да, было страшно тогда. В те моменты, этот минометный обстрел, труп, было страшно видеть своих товарищей уже неживыми. Спустя годы эксперты скажут, что голубые береты предотвратили дестабилизацию обстановки на всем Северном Кавказе. В эти дни об их героизме вспоминают по всей стране и на Алтае. Среди погибших был уроженец Бийска Сергей Медведев. Потомки чтят их отвагу и понимают самопожертвование. Чтобы мы мирно жили, чтобы не было, чтобы мы спокойно могли гулять по этой аллее. И никто нас не подкарауливал и не взрывал. Но принимают эту память не все. Противники аллеи сравнивают ее в таком воплощении с кладбищем. Не понимают это соседство с местом для семейных прогулок. В декабре 2019-го один из плакатов порезали вандалы. Хулиганство ради или же в знак неприятия. В фонде героев об этом инциденте знают. Фото давно заменили, а на критику формата памяти отвечают. Рады бы установить памятник, да и не могут. Памятник, чтобы его поставить, ну давайте будем так говорить. Это нужно, чтобы поддержали очень много людей. Потому что постановка памяти – это огромная сумма и масса документов. Непонимание этого подвига жителями понимают историки. По их мнению, отношение к чеченской кампании в России в целом неоднозначное. Война была непопулярна, говорит Вячеслав Должиков. С русской точки зрения Чечня принесла только потери, а не выигрыши. Я русский историк. И стою на точке зрения такой, ну русской, национальной. Ну вот сейчас мы тоже, кстати, наблюдаем похожую картинку. Это в Сирии, где точно так же, ну как говорится, не наши там интересы. Просто руководство приняло такое решение. Но для многих эти солдаты – обычные лица войны. Почти безымянные герои, выполнявшие приказ стоять до конца. Минута и молчание в Барнауле их память почтили военные, ветераны, волонтеры и школьники. И даже прохожие в этот день говорили о чести и долгим. За проявленное мужество 22 солдата шестой роты получили звание Герои России, в том числе и наш земляк Сергей Медведев. Это то именно место, в котором можно сказать, что эти люди до сих пор еще живы. Живы как память, живы для нас. Татьяна Голубева, Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.